Игорь, вот тут я прочитаю сейчас нашим зрителям два комментария, они, собственно говоря, на одну и ту же тему, мне интересно, что вы скажете. Вот Моня Бенц пишет, многие еще верят, что на России две беды, хотя вся история показывает, что там одна беда, народ. Россияне себе слепят Путина из кого угодно. Путин – это ответ на запрос кровожадного общества. И Квинт пишет, русский фашизм должен быть законодательно осужден и признан преступным. Вся история России, Российской Федерации должна быть законодательно осуждена и признана преступной. Ну, по сути, вопросов два. Верите ли вы, что народ себе русский слепит Путина, когда захочет? Там, я не знаю, Емельяна Пулачева, еще кого-нибудь, кого хочет, того и слепит. И то же самое Квинт. Верите ли вы, что когда-нибудь будет на законодательном уровне осужден русский фашизм, как был в свое время, там, гитлеровский фашизм осужден когда-то? Значит, давайте по пунктам. Ну, там, в высказывании одного из наших собеседников была идея осудить русскую историю. Ну, осудить русскую историю невозможно, потому что русская история не является подсудимой. Невозможно осудить, там, историю любого народа. История прошла, ее больше нет. Поэтому судить историю – это дело достаточно бесполезное. В древности один из царей приказал высечь море. Примерно такая же осмысленность в попытках осудить историю. Значит, что касается русского фашизма, то я хочу обратить ваше внимание на то, что Нюринбергский трибунал судил конкретных преступников. Я думаю, что под судом должны быть конкретные преступники. Их довольно много. Значит, и они должны быть осуждены международным трибуналом, который, я надеюсь, состоится после уничтожения Путинского рейха. Это первое. Второе. Я думаю, что идея, что русский народ обязательно слепит Путина из чего угодно – это ошибочная, абсолютно ошибочная история. Потому что, на самом деле, мы знаем хорошо, как пришел Путин к власти. И Путин к власти не привел русский народ. Ну, надо же просто знать, что называется матчасть. Есть конкретные люди, которые привели Путина к власти. Вот просто совершенно конкретные люди, пофамильно. Известно, кто это сделал. Понимаете, если совершаются преступления, то, ну, там, я не знаю, убийство или изнасилование, или ограбление, то это преступление имеет авторов, конкретных людей, конкретные фамилии, имена, отчества. Нельзя говорить, что данное убийство совершил там, например, совершил город Москва, или город Челябинск, или город Киев, если это произошло в Киеве. Это глупость. Такая же глупость говорит о том, что Путина привел к власти русский народ. Путин ни разу не был избран. Понимаете, на протяжении всего периода Путина привели к власти известно кто, конкретные люди, перечень их известен. Это семья, это госпожа Дьяченко, это ее муж, это Чубайс, это господин Березовский. То есть есть конкретный перечень людей, которые конкретно своими руками привели к власти Путина. И конкретно на каждом участке вот этой спецоперации «Приемник» были конкретные люди, которые приложили свои усилия. К сожалению, к моему огромному сожалению, на одном из этапов прихода к власти Путина стоял в качестве такого стрелочника господин Явлинский, который голосовал в августе 1999 года за Путина как за премьер-министра. И своими голосами, голосами «Яблоко» в конечном итоге сделал возможным эту операцию «Приемник», продолжение операции «Приемник». Так что есть конкретные люди, я некоторые фамилии называл, конкретные люди, которые привели Путина к власти. И затем была спецоперация, связанная со взрывами домов, которая породила огромный запрос на сильную руку. И в дальнейшем мы видели огромное количество фальсификаций. Я упоминал здесь уже фамилию Чурова. Это огромное количество фальсификаций. Ни разу на протяжении всех этих лет Путин не был избран в качестве президента. Поэтому, да, безусловно, на сегодняшний момент... Понимаете, здесь же надо все смотреть конкретно. То, что на сегодняшний момент воюет не Путин, конечно, воюет Россия, государство России, страна России. На сегодняшний момент, конечно, преступниками является не только Путин, а огромное количество людей, которые совершают преступления ежеминутно, помогая вести эту войну. Но говорить о том, что русский народ слепит Путина из кого угодно, это полная ерунда. Путина, это была спецоперация «Приемник». И все, это же, ну, известно, как это было. И то, что на сегодняшний момент у власти находится этот человек, это вина конкретных людей. Да, сегодня действительно огромное количество людей заражено русским фашизмом. И, значит, каждый из них должен отвечать за конкретно сделанные вещи. Понимаете, за конкретно сделанные вещи. То есть существует коллективная ответственность всего российского государства, всего российского народа. А вина может быть только индивидуальной. Понимаете, вина может быть индивидуальной только. Коллективная вина – это фашизм. Только две, так сказать, идеологии исповедовали концепцию коллективной вины. Это фашизм и коммунизм. Только две. Когда брали просто из социальной группы заложников и расстреливали за чью-то чужую вину. Это и есть коллективная вина. То есть коллективная вина евреев, коллективная вина каких-то других народов, украинцев, еще кого-то. Это фашизм, это коммунизм. То есть с точки зрения нормального человека каждый человек должен отвечать за свои личные преступления. За то, что он сделал. А не за то, что сделала социальная группа, к которой он принадлежит. Понимаете, вот так это устроено. Поэтому я прекрасно понимаю общее отношение к гражданам России или к русским, или еще кому-то, которые населяют Российскую Федерацию. Но тем не менее, все-таки надо и голову включать. Понимаете, потому что на самом деле конкретная вина конкретных людей, она должна иметь дальнейшее свое продолжение в виде уголовных дел. Я хочу обратить внимание, что когда проходила деноцификация Третьего Рейха, то в общем-то даже участники войны не признавались преступниками. Даже те, кто воевал в составе гитлеровского рейха, гитлеровской армии, они не были признаны преступниками по факту нахождения в армии. То есть были конкретные процессы, связанные с деноцификацией, связанные, помимо Нюрнбергского процесса, была масса других конкретных процессов, которые осуждали нацистских преступников. И в общем это было сугубо индивидуальные конкретные обвинения, связанные с конкретными действиями людей. А что касается ответственности всего немецкого народа, то она воплощалась в том, что весь немецкий народ подвергся серьезным тяжелым экономическим испытаниям. Но сама идея, так сказать, подвергнуть весь народ наказанию, она была воплощена первоначально в знаменитом плане Маргентау. Если мы знаем с вами историю, мы знаем, что этот план был отвергнут, и вместо этого был план Маршала, который имел прямо противоположный результат. И в результате чего немцы и Германия сегодня являются основой объединенной Европы. А план Маргентау как раз предполагал просто уничтожение Германии как цивилизованного государства, превращение его в большое картофельное поле. И он был отвергнут, потому что разум восторжествовал. Вот я к этому призываю. И отнюдь я не сторонник тех людей в российской эмиграции, которые говорят, что надо снимать санкции и так далее. То есть что бедные русские, они страдают, им надо помогать. Да ничего подобного. Я просто призываю включать разум и понимать, что преступления имеют конкретные адреса, конкретных фамилий, конкретных людей. И их надо судить, их надо уничтожать, если есть необходимость. Я за уничтожение во время войны военных преступников. Я за физическое уничтожение Путина. Но я против всяких глупостей, которые зачастую в западчивости произносятся участниками вот этих диванных битв прежде всего. Я постоянно связываюсь и в моем эфире постоянно присутствуют те люди, которые воюют с оружием в руках в составе вооруженных сил Украины. И у них таких идей нет. Вот это удел диванных бойцов, к сожалению. Продолжение следует...